Однажды Иисус молился, и когда Он закончил, один из учеников попросил Его, «Господи, научи нас молиться», как и Иоанн научил своих учеников. Он сказал им, «Когда вы молитесь, говорите так, «Отец, пусть прославится Твое имя, пусть придет Твое царство, давай нам каждый день наш насущный хлеб, и прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем каждому, кто нам должен. Не дай нам поддаться искушению». Потом Иисус сказал им, «Вряд ли у кого-либо из вас есть друг, который поступает следующим образом. Например, приходит к нему в полночь товарищ и просит, «Друг, одолжи мне три лепешки. Ко мне с дороги заехал гость, и мне нечего ему предложить». А тот, находясь в доме, отвечает, «Не беспокой меня, дверь уже заперта, дети мои со мной в постели, не могу я сейчас встать и дать тебе хлеба». Говорю вам, что даже если он не встанет и не даст ему по дружбе, ему все-таки придется сделать то, о чем его попросили, только чтобы не срамиться. Поэтому я говорю вам, просите, и вам дадут, ищите, и найдете, стучите, и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и тому, кто стучит, откроют. Есть ли среди вас такой отец, который даст своему сыну змею, когда тот попросит рыбы? Или если тот попросит яйцо, даст ему скорпиона? Если вы, будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то тем более Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто просит у Него. Однажды, когда Иисус учил, рядом сидели фарисеи и учители закона, которые собрались из всех селений Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. С Иисусом была сила Господа, чтобы исцелять больных. И тут пришли несколько человек, неся на циновке парализованного, и пытались внести его в дом, чтобы положить перед Иисусом. Но из-за толпы они не смогли этого сделать. И тогда они поднялись на крышу и, разобрав черепицу, опустили парализованного на циновке в середину толпы, прямо перед Иисусом. Когда Иисус увидел их веру, Он сказал больному, «Друг, прощаются тебе твои грехи». Фарисеи и учители закона подумали про себя. Кто этот человек, который так кощунствует? Кто кроме одного лишь Бога может прощать грехи? Узнав, о чем они думают, Иисус ответил им, «Что у вас за мысли в сердце? Что легче сказать, «Прощаются тебе твои грехи» или сказать, «Встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И тут Иисус обратился к парализованному человеку, «Говорю тебе, встань, возьми свою циновку и иди домой». Тот сразу же у всех на глазах встал, взял то, на чем лежал, и пошел домой, прославляя Бога. Всех охватило изумление, и они прославляли Бога. Объятые страхом, они говорили, «Невероятные вещи видели мы сегодня».